Приветствую вас. Я думаю, что первое, с чем стоит вам работать, это за своей вот злостью, со своей ненавистью, со своим таким каким-то вот мегасилом, вот, со своей может быть подозрительностью, а своей неуверенностью в себе, которая имеет место быть у вас. Вот. И, соответственно, это то, на что вам нужно обратить свое внимание, потому что истерики, которые вы описываете, они связаны с тем, что вы боитесь человека потерять. Вы боитесь человека потерять, вы боитесь остаться одна, а вы склонны сравнивать себя с другими людьми, очевидно. Вот. С чем это связано, можно только гадать. Вот. Но, очевидно, что это связано как раз с тем, что внутри вас есть определенные конфликты, вот, определенные конфликты, определенные противоречия, вот, страхи у вас имеют место быть. Так же. Вот. И, соответственно, все признаки ревности. Вот. Ну и, соответственно, с ревностью вам, в первую очередь, нужно работать. Да, есть травма, травма от измены, безусловно. И, эм... Эту травму необходимо пролечить. Вот. Потому что она вам не даст жить дальше. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ приняли на свой счет то, что человек сделал, то есть это изменило ваше представление о себе, вот. Кроме того, проблема была еще раньше, когда вы говорили, что вот после рождения ребенка у вас пропал секс, да, и, ну, соответственно, вы тоже восприняли это на свой счет, тоже восприняли это на личную какую-то историю, то есть, что дело в вас, хотя на самом деле, вы здесь не при чем, вот. И в этот момент, значит, снятие фокуса на вас, он является, наверное, ключевым здесь. Вот. Такая вот история. Такой момент. То, что я могу вам сказать. Соответственно, проработав это, проработав с вашей самоуверенностью, оценкой, со значимостью или со значением секса для вас, я полагаю, что уже можно будет расстраивать отношения с мужем. И, возможно, потребуется для семейной консультации, ну, то есть, вас вместе с мужем, для решения всех трудностей, для решения всех проблем, которые у вас накопили за это время. Вот. Но сразу могу сказать, что ваша позиция, она в целом не конструктивна, в том смысле, что вы запрещаете своему мужу какие-то вещи, вы там на него давите, вы от него чего-то требуете. Вот. Хотя, в действительности, человек просто пытается получить, ну, реализацию своих желаний, так, как он видит для себя доступно. Вот. Я не говорю, что это хорошая позиция. Я не говорю, что это правильная позиция. Вот. Но, тем не менее. Вот. Поэтому здесь момент вот такой. Сюда же можно отнести проблему вашей, судя по всему, нереализованности, потому что у вас, судя по всему, только семья, вот только дети, точный ребенок и все. Вот. А, значит, то, что муж перестал уделять внимание сексу после родения ребенка, это нормально. Вот. Но почему у вас порвала самооценка, это вопрос. Ну, вот. А, вы пишете, что муж утешал вас словами, это помогало, но ненадолго. Вот. Почему это ненадолго помогало, вопрос. Еще хочу отметить, значит, что после переезда, муж очень хорошо начал работать, в какой-то момент для родного напрямения, был очень громкий эфиричный скандал, с выкидыванием конца и его вещи соответственно. А, вот, скандал, да, вот, надо проработать, вот, что именно вам задело и, что конкретно, какие чувства вы испытали. Потому что есть ощущение, что вы, ну, вот, слишком много делали для мужа, есть ощущение, что вы жертву. А, значит, никакие доводы не помогли ему остаться дома, а он ушел. А, я тем временем готовил документы на развод, позже вставил откровенно разговор на тему, нравятся другие, зачем тебе концы на постановке, с этими наоборот, с этими причинами. Первое, выглядит примерно так, я ее равно знал, а так. Ну, причины, грубо говоря, в том, что у вас были проблемы в отношениях. В частности, клянется, что больше такого не повторится, но продолжается выздавать девушку. Ну, опять же, потому что ему чего-то не хватает самой. Вот далее вы пишите, он у меня, он у меня в командировках по работе часто летает, все на что он у меня. Да, тут, он не у вас, он, сам по себе как бы, человек. Вот. То есть, он у вас, это как, знаете, звучит как будто он ваша собственность. Понимаете, такая штука. Вот. И, то есть, тут вот нужно поднять вопрос о личных границах. Вот. Насколько вы способны отделить себя от человека. Так, значит, вы пишете доверие, нет совсем этого. Отчая ответственность, вы не доверяете себе, устраиваю истерики, это запрещенство во внимании, обвиняю, это невыраженная агрессия, то есть, вы себя вовремя не защищали, не отстаивали своей границы. Подозреваю, это сомнение в себе. Так. Значит, ненависть не может поступок, потому что вас это выводит из состояния равновесия, потому что вы потеряли гармонию, потеряли, ну, равновесие. Вот. За то, что он не только с ней спал, но и водил. А то есть, здесь вы сравниваете, как бы, себя с ней. Еще интересно, как вы охарактеризовали такой бы ошибок с его стороны. Это следствие, следствие ваших ошибок обоих. То есть, да, это слабость, безусловно, это слабость, но это следствие вашей общей ответственности. То есть, это ваша ответственность, что мужчина вам изменил. Ответственность в том, что вы, вот, испытывали проблемы с оценкой, что вы, что муж был вынуден вас утешать, что вы не обратились к специалисту, когда у вас была депрессия после родов, я так понимаю. Вот. То есть, вот это все, как бы, ваша ответственность, ваша ответственность. И сейчас вы только подрываете на славу огонь, когда пытаетесь, ну, когда подозреваете его и прочее, прочее, прочее. А вот. Такой вот ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok